В эфире «Углегорские новости». С вами Анастасия Черказьян. Здравствуйте! Вместе с коллегами я расскажу вам о самых важных событиях этой недели, а в нашем выпуске вы увидите. О самом важном. В Шахтерске состоялась встреча населения с представителями власти. После публичного выступления в Шахтерске активисту пригрозили увольнением. Кто и кому? Верующие Углегорского района отметили крещение. Самые смелые окунулись в прорубь. Что происходит с водой на Углегорской водостанции и почему об этом запрещено говорить? Три случая пропажи детей в Углегорском районе за последние два месяца. Что случилось и как этого избежать? Спортивный азарт, скорость и адреналин. Первая лыжная гонка состоялась в Углегорском районе. В четверг, 20 января, жители рассказали о проблемах Шахтерска исполняющему обязанности мэра Дмитрию Цуканову. Эту встречу шахтерцы ждали давно. Проблем накопилось множество. О самом-самом в репортаже Дарьи Кораблевой. Исполняющий обязанности мэра Углегорского района Дмитрий Цуканов завершил встречи в селах и добрался до Шахтерска. В 2017 году населенный пункт преобразовали в поселок городского типа. С тех пор, по словам жителей, жизнь здесь стала намного хуже. Народ уже не верит в то, что руководство района обращает внимание на Шахтерск. В Шахтерске шесть лет жителей радовал горнолыжный спуск. Сюда съезжались любители зимнего спорта со всего района и не только. В этом году лыжный сезон запретили. Срок службы у этого подъемника 15 лет. И как вы нашли там нарушение, тот же Роспотребнадзор, когда я 100% уверен, что она даже не знает, где это место находится. Это одно. Второе. У нас все снято. Бугеля сняты, троса сняты, кабеля сняты. Что там, где это было нарушение? Эксплуатации не было. Нету никакой эксплуатации. Там стоял один остров. Нет, не было никакого водителя заблуждения. Вы же сами делали рекламу, сами катались. Сколько лет, да? То есть, с вами катались. Было все хорошо? Следующий сезон по максимуму бы зайти уже с рабочим подъемником. Поэтому задача первоначальная такая. Много вопросов прозвучало по благоустройству Шахтерска. Особенно волнует расчистка и содержание дорог. Я родился здесь, в Шахтерске, вырос здесь. Я работал всю жизнь, как работал в Шахтерске. И мне на сегодня тошно даже смотреть на то, что делает сам. Был участок благоустройства, была техника, были мусорные машины у нас, КамАЗы, которые работали, работали, чуть ли не две смены вывозили, мусор чисто было. Значит, товарищам некоторым пришла в голову мысль. Я так думаю, мы увидели деньги большие. В Шахтерске надо забрать мусоровозы, потому что полная мусора поднялась в цене. И Шахтерску эти деньги не нужны. Забрали мусоровозы, начали вывозить. Это я начинаю с того, что давление, постепенное давление или выдавливание. Я даже не знаю, как это определить. Шахтерска загоняет Шахтерску в угол, в самый настоящий угол. Даже сидящие здесь представители администрации это прекрасно знают и прекрасно понимают. Опять пришла светлая мысль двум человекам, что нужно подчинить Шахтерское благоустройство углеводству. В каких целях? Это я, это лично мое. А цель была одна. Забрать все подряды, забрать ДРЦУ. Я знаю, что это для вас очень болезненно. И для меня тоже, потому что расчистка населенного фонда, это, наверное, сейчас одна из самых эффективных задач. Сделали вот этот тротуар, как в пешеходную зону, да, в районе детского мира. А чем ее чистить? Вот чем чистить? Брущатку эту. И выходим там месим, вот это вот месимо, которое там образовалось. Вы знаете, что существует план расчистки Шахтерска и вообще Григорьского городского округа, да, и сел в том числе. Установлены временные интервалы. Вот, и, безусловно, то, что необходима техника, ну, мы будем докупать это однозначно. Вот сейчас четыре, вот к этому планируем один стоит четыре миллиона приобрести, ну, и другую технику. Кашу от реагентов, которыми посыпают зимой дороги от снега и гололедицы, не убирают. Из-за этого страдают пешеходы и автолюбители. Норматив существует после обработки, когда эту всю кашу нужно убрать? Содержание дороги, безусловно, установлено и... Там три-четыре часа, три-четыре часа после обработки должны кашу убрать. Это по всем островам. Ну, там плюс-минус часто. Почему это никто не делает? У нас и так онкология в районе зашкаливает, самая большая, в Соколинской области. Плюс это-то соль, вся отдачится домой. Сейчас это-то соль, машина гниет, помыть ее, как бы, каждый день мыть. Пусть администрация выделяет, даже нет, мы можем без проблем. Мы вернемся к этому вопросу, в том числе и по срокам уборки, потому что план, который зафиксирован, ну, о чем я уже сказал, мы посмотрим, возможно, пересмотрим и определимся силой средства наиболее оптимальны. В октябре прошлого года, наконец, закончили долгожданный ремонт моста. По словам жителям, работы не доделали. Но волнует не только этот участок. Положили новый асфальт, полотон, сам полотон. Со стороны Шахтерска три ямы. Руки оторвать это, ну, кто это принимал? Вы проживали. Ну, как ты, в собственном хозяйстве, когда ты видишь, что ты здесь положил, а три ямы без асфальта не кинул, три лопатки. Также в Шахтерске от хлеб-завода три ямы оставили. Вот здесь, около рынка нашего, получается, сейчас мы там они раскопали, кладают, вот ямочный ремонт делали, что-то полуалета там ковыряли, там что-то пилили. В итоге там всякие бугры остались, я, конечно, с ямомошки. На окружной дорога, получается, щель поперёк дороги идёт. Проблема медицины в Углегорском районе по-прежнему остаётся острой. Чтобы вылечить ребёнка, жителю Шахтерска приходится ездить в Южно-Сахалинск. В населённом пункте один детский терапевт на весь посёлок. Один терапевт сидит, короче, 80 человек стоит. А с чем была связана такая задержка? Просто много? Потому что дорога много, один врач сидит, один. Больше нет детских терапевтов, вот один остался. А сейчас она убежит отсюда, ну, она же не ложь, плановая. Сутки напролёт, там, ну, бегает по квартирам, потому что, ну, на приёмок сидит. Она просто сейчас устанет, скажет, да нафиг надо её идти. И мы останемся, ушибись детского терапевта. Порядка не будет. Он пришёл, всех врачей разогнал, а сейчас один остался. Там работать некому. Он всех врачей разогнал. Поэтому уже сколько говорят, и в Министерстве здравоохранения мы встречались, мягкие, как и не принимаются. Вот выходите на Министерство здравоохранения, поэтому опрошу. Чтобы знать, какую работу выполняет администрация, люди попросили чиновников писать об этом в газете «Углегорские новости». Там где-то можно через газету, в принципе, чтобы весь район знал. А на сайте можно? Нет, на сайте не все. А когда там пользуются? В газете «Углегорские новости» можно запечатать. Безусловно, мы вправе об этом знать. Сейчас в том числе я хотел бы пересмотреть информационную политику, вот в этой части, для того, чтобы информировать заранее, что где. Исполняющий обязанности мэра Дмитрий Цуканов пригласил жителей Шахтерска на совещание, чтобы подробно изучить проблемы и найти им решение. Встреча состоится на следующей неделе. «Углегорские новости» это не пропустят. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Алексей Пудовкин. «Углегорские новости». Спустя два часа после окончания встречи в Шахтерске одному из выступавших, Геннадию Шкуровичу, пригрозили увольнение. Судя по всему, чтобы сохранить работу о местных проблемах, мужчина должен был молчать. Подробности у Алины Голоскок. Два часа, ровно столько понадобилось времени, чтобы решить судьбу мастера МБУ ДТХ, общественника и просто неравнодушного жителя Шахтерска Геннадия Шкуровича. Он активно выступил на встрече с исполняющим обязанности мэра, после чего ему позвонили. После встречи пришел домой, понятно, уже поздно было вечером. Пришел звонок на телефон от нашего механика Никитин Александр Викторович, который сообщил, что приехал замдиректора Нечапуренко Андрея Александрович. И в приказном порядке, значит, Шкурович с сегодняшнего дня уволен. Ключи от машины забрать, ключи от кабинета забрать, на территорию базы не запускать. Я перезвонил господину Кияеву, спросил, уважаемый Андрей Петрович, почему вы через механика, не сам как директор, не замдиректора, предупредили меня, что я уволен, засуетился, толком ответить он ничего не смог. Вот зачем ты сток и так выступил, елки зеленые, там лишнее, наговорил. Ну, во всяком случае, лишнего не было, ни одного слова сказано. То, что проблем в Шахтерске много, говорит Геннадий Шкурович, до директора МБУ ДТХ Андрея Кияева донести пытаются постоянно, чаще всего не получается. То ли у директора чересчур плотный график, то ли просто нет желания отвечать на вопросы. Коллектив свой, я вам скажу, за год видел один раз директора своего. И люди попросили меня, мол, Геннадий Анатольевич, организуй вот это вот дело. Хотим все-таки мы выяснить некоторые вопросы там и по работе, и по зарплате, по переработке, все эти дела. Я пытался, я говорю, я пытался переговорить с Кияевым, но он не воспринимает это. Он живет в своем мире. Несмотря на телефонные звонки накануне, Геннадий Шкурович на работу вышел. Что будет дальше, пока непонятно. На наши звонки директор МБУ ДТХ Акияев не ответил. Как можно человека уволить, который бьется за город, за шахтерство, за благоустройство? Ну, это жестоко поступили, несправедливо. Полный беспредел. Плохо. Геннадий Арнольевич сказал, что выгнали, убрали. Ну, это несправедливо, я считаю. Потому что, когда Геннадий Арнольевич, у нас все было нормально. Никаких, никто ничего не говорил, никакие претензии не было. И все успевали. На главный вопрос, не страшно ли ему говорить о проблемах во всеуслышании, Геннадий Шкурович отвечает, не раздумывая. Нет. Почему? А почему я должен бояться? Я говорю, то, что есть. Ну, то есть, вот они могут использовать методы запугивания. Потеряешь работу, уволен. Ну, давайте начнем с того, что меня запугивать не надо. Я уже пуханый-пуханый, я жизнь прожил. Я всю жизнь проработал. Я считаю, что я и половину не сказал того, что нужно было сказать. Понимаете? Я сказал только часть, не затрону остальное. Углегорские новости будут следить за судьбой Геннадия Шкуровича и других активистов, которые не боятся говорить правду. Алина Голоскок, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. В ночь с 18 на 19 января в Углегорском районе отметили один из главных православных праздников – Крещение Господне. По традиции в храме прошла служба. Затем все желающие смогли окунуться в купель на реке Надеждинки. Праздничные мероприятия стартовали в Углегорском храме. К полуночи здесь собрались верующие, чтобы посетить богослужения и запастись крещенской водой. После литургии около трех часов ночи отец Евгений осветил прорубь на реке Надеждинки. В этом году у Иордани было немноголюдно. Искупаться или просто посмотреть приехали несколько десятков человек. Те, кто не сделали этого ночью, приезжали на следующий день. Как ощущения? Чудеса. Ну, я бы не говорил, что мы подальше. Вот океанский. Клево. Ладно, очень. Окунуться в ледяную воду может не каждый, но тот, кто все же решился, эмоции испытывает незабываемые. Мне прям понравилось. Занырнула, вышла, ну, правда, витер, колики такие по телу. Ну, нормальные тапочки, правда, прилетают, прилипают к земле. Прекрасное состояние, классное. Я много лет собиралась, но нырнула в этом году первый раз. Нравится. Я вот как первый раз попробовал, уже года четыре, наверное. И вот каждый год теперь купаюсь. Ну, не знаю, грехи не рассмываем, наверное, в стихе еда и так просто закаляемся, наверное. Ощущение классное. Классное, да. Потом, правда, холодно, когда выходишь, а так, в принципе, когда в воде, нет. Кончики пальцев не имеют. А дальше тепло. Вообще, для очищения, наверное, по большей части. Не знаю, ну, для меня это, ну, я крещеный человек, я думаю, это все равно важно, это как традиция. Чтобы мероприятие прошло с комфортом и без происшествий, возле купели установили палатки для обогрева. За ситуацией следили спасатели и бригады скорой помощи. Ой, молодец. Про целебные свойства воды в крещенскую ночь говорят все без исключения. Но купание в проруби – не обязательное церковное таинство, а давняя народная традиция, следовать которой решаются сильные духом и телом. Анастасия Черказьян, Александр Гагаркин, Углегорские новости. Важнейший вопрос для нескольких тысяч людей, жителей Углегорска и Ольховки – водоподготовка. Неожиданно это оказалось коммерческой тайной. Кто делает из этого секрет и почему – расскажем далее. Право на чистую воду у человека – одно из важнейших. Реалии Углегорского района таковы, что негативное воздействие на реки мощных угольных разрезов Солнцевского и Башняковского беспокоит тысячи людей. Одна из важнейших рек – Углегорка – обеспечивает водой жителей Ольховки и всего районного центра. Вода в Углегорке все чаще грязная. Именно такой она поступает на станцию водоочистки. Чтобы довести до нормативов речную воду, порой больше напоминающую мутную взвесь, без реагентов не обойтись. Углегорка выше Ольховки. Кофе. О том, что реагенты на водостанцию завозят тоннами, углегорская ЖКХ рапортует регулярно. «Негружаем контейнер». «Идет работа! Кипитый я на подхвате!» Что именно в мешках, в каком количестве расходуется и на каком предприятии закупается, такой запрос наша телекомпания отправила директору углегорского ЖКХ. Ответ удивил. То, что касается здоровья нескольких тысяч человек, Максим Фить, внимание, считает коммерческой тайной. По результатам рассмотрения запроса принято решение об отказе предоставления запрашиваемой информации, так как данная информация содержит коммерческую тайну. Решение об отказе принято директором МКП ЖКХ УГО 26 декабря 2021 года. За разъяснениями наша телекомпания обратилась в прокуратуру для оценки законности такого ответа. Знать, какую воду мы пьем, должен каждый. Ведь даже на бутилированной воде из магазина указан ее химический состав. Тогда почему такую же информацию скрывают о воде Углегорской? Вмешательство прокуратуры наверняка поможет распутать эту детективную историю. Алина Голоскок, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. В Углегорском селе Башняково появился скоростной мобильный интернет 4G. Этот стандарт связи позволяет передавать данные со скоростью до 100 мегабит в секунду. До конца 2021 года интернет в селе существовал только в виде домашнего Wi-Fi. Мобильный интернет и сотовая связь пропадают почти сразу на выезде из Шахтерска. Почти 70 километров до Башняково нельзя ни позвонить, ни выйти в интернет. По данным регионального министерства цифрового и технологического развития, почти 60 километров оптоволоконного кабеля протянули от Смирных до Башняково еще в 2018 году. Под занавес 2021-го компания МТС установила в Башняково базовую станцию и довела до нее проложенный ранее кабель. Я в Башняково часто бываю, потому что сама там родилась, прожила там всю жизнь практически. Вот только недавно сюда, в Углегорск перебралась. Но родители там, я езжу к ним. И вечная проблема с интернетом, с мобильным, которая там была, она это загрузить какое-то там даже сообщение, не то что голосовое, а просто текстовое, это уже сложновато было. Мне позвонил сын вечером и говорит, мам, у нас 4G. Даже фотографию мне прислал скриншот, смотри, говорит, у нас 4G. История исчезновения 10-летней жительницы Углегорска потрясла всю Сахалинскую область. Полиция и волонтеры искали Викторию Зарубину всю ночь. Ребенок прятался от метели в собачьей будке. Еще два случая ухода детей из дома зафиксированы за последние два месяца. Далее продолжим. За последние два месяца в Углегорском районе участились случаи пропажи детей. Одни уходили к друзьям и не сообщали родителям. Другие пропадали при странных обстоятельствах. Три случая об уходе детей из дома зафиксированы за декабрь и январь в Углегорском районе. Совсем недавно, 13 января, в Углегорске искали 10-летнюю Викторию Зарубину. Она со школы, я работала, со школы постоянно звонил, телефон уже появился. В этот день она мне позвонила, мам, я иду домой. А время первый час был. Анталия Вячеславовна, учитель, сказала, что еще не учились в это время. Значит, она мне наврала, получается. И я позвонила мужу, муж говорит, я ее жду. Потом звонит мне через минут 20, говорит, что ее нет. И все, ну, как бы, думали, гуляет, но сейчас придет. Это как обычно с собаками. Потом дочь старшая пошла искать, не нашли. Все время уже я вызвала милицию, конечно, начали переживать. И я просила с ними искать, они меня не взяли, конечно. Сказали, сидите дома, вдруг придет. Я себе места не могла найти. Правоохранительные органы и волонтеры искали девочку всю ночь, но безрезультатно помогли неравнодушные люди. Жительница Углегорска случайно увидела ребенка с балкона своего дома. Я смотрю, там, мне-то плохо видно, получается, третий этаж и другой угол. Кто-то на карачках ползал, как бы. Ну, такие были действия, как собачьи, вот, кто-то лазит. А темно, не видно, как бы, это. И, ну, и все, я спать пошла. Утром встала уже, мне дочка позвонила. И, говорит, пропала девочка. Ну, говорит, собака мне где-то должна быть гулять. И вот я утром дочку отвела в садик и туда. Вот позвонила Лене Поповой, Диме Пех взяли и пошли туда смотреть. И действительно, да, мы пришли туда, там стоял портфель и девочка сидела. Собака лежала рядышком и девочка там уже дальше в угол сидела. Десятилетняя Вика часто играла с уличными собаками. 13 января девочка также проводила время с любимыми животными. В этот момент в Углегорске разыгралась метель. Переждать непогоду Вика решила в будке с собаками. Животные грели ребенка всю ночь. Она, конечно, вся мокрая, дрожала. Глаза у нее, конечно, огромные были, испуганные. Вот. Ну, потом ее сразу в больницу, мы следом за скорой, посмотрели. Ничего не обморожения, ничего нет. Я ее забрала домой, привела, накормила, в ванну налила, отогрела ее. И она легла спать. Слава Богу, что она нашлась, конечно. Я просто врагу такого не посоветую, что я пережила. В понедельник, 17 января, в полиции Углегорска торжественно наградили тех, кто спас Вику. Татьяна Орлова, Елена Попова и Дмитрий Пех – те самые герои. Поблагодарили и сотрудников правоохранительных органов, которые всю ночь в буйную метель искали ребенка. У нас все-таки есть люди, граждане, которые, не взирая, скажем, на личное время, как у нас говорят, на какие-то проблемы, в примере, в этих поисках участия. И благодаря вот именно помощи этих людей, как их сейчас модно называть волонтеров, мы эту девочку нашли и спасли. Потому что еще немного, может быть, там и дальше закончилась все трагически. Все-таки зима. 13 января в Шахтерске пропал 10-летний мальчик. Днем вышел из школы и не вернулся домой. Ребенка нашли дома у друга. По мнению психологов, уход из дома – это лишь следствие. Причина в основном кроется не в плохих компаниях или оценках. Зачастую психологи связывают такие поступки со сложными отношениями в семье. Дети, особенно в подростковом возрасте, чувствуют непонимание со стороны взрослых. Здесь очень важно изначально, с самого детства, держать тесную связь с ребенком. Интересоваться ребенком, вот опять же, что любит ребенок и чем он занимается в течение дня. Не навязчиво, выпытывая у него что-то, а просто интересуясь. Как прошел твой день? Как твои отношения с друзьями? И ребенок, если что-то беспокоит, если есть доверительные отношения с родителями. Конечно, каждый случай индивидуальный, но чтобы таких историй не происходило, важно быть внимательными друг к другу. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Углегорские новости. По вопросам рекламы, объявлений и бегущей строки обращайтесь в нашу редакцию. Телефоны 8-42-432-43-021 и 8-924-283-04-47. Прямо сейчас короткая реклама, а далее мы продолжим рассказывать о других важных событиях. Оставайтесь с нами. Спешим сообщить нашим покупателям, что компания «Меховые традиции» открыла новый сезон. Мы провели глобальную работу по подбору новых интереснейших моделей. Наши лучшие производители верхней одежды отшили прекрасные коллекции. И сейчас вся эта красота едет к вам. В этом году очень хорошо покупают вот именно молодежные изделия из норки, которые у нас представлены. Также изделия из шерсти натуральной. У нас можно приобрести за наличный, безналичный расчет. На модели прошлых сезонов можно получить скидку до 50%. А при покупке шубы – пуховик в подарок. Каждое меховое изделие имеет сертификат и гарантию качества. На этой выставке мне понравилось, что женщина любого возраста сможет найти для себя подходящую модель. Очень много шуб и курток для молодежи. И очень большой размер меряк. Ждем вас на выставке «Меховые традиции». 21 и 22 января. ДШИ. Шахтерск. 23 и 24 января. РДК «Октябрь». Углегорск. Заброшенные строения на территории Углегорского бумзавода идут под снос. Пока не массово, но планомерно. Где и что ликвидируют, узнала наша съемочная группа. Над заброшками Углегорского бумзавода снова навис гидромолот. На этот раз под снос попало здание бывшего управления. Попало не случайно. В нескольких десятках метров от него жилой дом. Опасное соседство требует мер незамедлительных. Значит, почему мы сносим здание оперативное? Дом, где мы находимся, 12-й квартирный, был дан в том году, в 21-м году. И поэтому возникла острая необходимость убрать это полуразрушенное. Ключ от компактной новостройки, в ней всего 12 квартир, вручили 30 декабря 2021-го. Жителям Углегорска, Никольского и Ольховки. По соседству возведут еще один дом, такой же. Квартиры в нем, по данным местной администрации, также будут предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Что касается аварийных строений самого бумзавода, глобальный подход к их ликвидации пока откладывается. По данным нашей телекомпании, подрядчик решает вопрос с поставкой оборудования, необходимого для демонтажа. Ведется закупка оборудования и поставка на захолин. Я думаю, в марте начнем производить работы. Алина Голоскок, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. Скорость и спортивный азарт. В минувшую субботу жители Углегорского района поучаствовали в лыжной гонке. О том, как это было, расскажем прямо сейчас. Любители самого красивого лыжного спорта, лыжных гонок, мы вас рады видеть сегодня на лыжной базе в первой в новом году лыжной гонке. Рождественская лыжная гонка в Углегорском районе уже стала традиционной. Каждый год подготовленные лыжники и любители выходят на старт не только ради спортивного азарта, но и для того, чтобы получить яркие эмоции. Хорошая, отлично. Я сейчас стою на лыжах, катаюсь. Замечательно. Не холодно, жарко. Музыка веселая. Я танцую, пою. Сейчас побегу. Очень весело. Несколько дней в Углегорском районе бушевала метель. Но для любителей зимнего спорта погода нормализовалась. Только небольшой ветер щекотал лыжников. Преодолеть дистанцию это не помешало. Я бегу дистанцию 2 километра. Я не надеюсь особо на выигрыш, потому что я первый раз за год стою вообще на лыжах. Ну, каким приятно, таким и приятно. Ничего страшного, в принципе. Всего в рождественской лыжной гонке приняли участие 80 спортсменов, 13 возрастных групп. Они преодолели дистанции от 500 метров до 3,5 километров. Первыми стартовали самые смелые юные, дети от 6 лет. Закрывали гонку спортсмены от 40 лет и старшие. По завершению все участники получили сладкие призы, грамоты и медали. Хорошо, нормально падала, можно сказать. Обогнала некоторых. Для тех, кто замерз, на лыжной базе организовали горячий чай. Здесь спортсмены не только согревались, но и делились впечатлениями после рождественской гонки. Это хоть и первая массовая лыжня, но точно не последняя. Поэтому у тех, кто не пришел, еще будет шанс приятно провести досуг и первым прийти к финишу. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Углегорские новости. В воскресенье 23 января состоится Международный день снега. Для всех желающих в Углегорском районе будет организован бесплатный прокат спортивного инвентаря. Любители активного образа жизни смогут бесплатно взять лыжи. База находится за зданием городского суда в Углегорске. Покататься можно будет и на коньках в райцентре на крытом корте рядом со спорткомплексом. В Шахтерске на катке во дворе дома номер 42 на улице Мира. Приглашаются все любители физической культуры и спорта. Приветствуется семейный отдых. В целях пропаганды физической культуры и отдыха, привлечения семей, людей, которые засиделись дома у телевизора, компьютера. И, как говорится, разогнать кровь. На этом наш выпуск завершен. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В воскресенье погода останется пасмурной. Возможно, небольшой снег. Ветер преимущественно без резких порывов. Температура минус 10 градусов днем, минус 16 ночью. В понедельник также прогнозируется небольшой снег, умеренный ветер. Температура 10-11 градусов со знаком минус. Во вторник ожидается пасмурная и ветреная погода. Может пройти небольшой снег. Температура в светлое время суток до минус 10. Ночью похолодает до 16 мороза. Среда будет облачной. Минус 11 градусов днем, минус 17 ночью. Ветер слабый. В четверг, по прогнозу, будет пасмурно. Пройдет снег. Днем на улице будет 10-11 градусов ниже нуля. Ночью холодно до 17 мороза. Ветер умеренный. В пятницу синоптики предсказывают пасмурную погоду. Небольшой снег. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Термометры покажут от 12 до 17 мороза. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго.